а когда мы своей собакой встречаемся мы всегда с ней здороваемся то есть как это у нас происходит я говорю привет рик привет рик и молодец хорошо как мужики здороваются до 5 молодец хорошо а потом я сидеть потом я ищу свою собаку и ищу и где же моя собака кукури куку вот он вот он молодец привет друзья сегодня мой с вами канал я и мой хвост и его автор и ведущий олег сегодня мы с вами разучим самый простейший трюк под названием куку тут одной из зрительниц канала я группе в нашей контакте переписывали сказал что значит мы сейчас риком учим трюк кукури ну и она попросила рассказать как это делается это очень простой трюк но здесь самое главное чтобы ваша собачка умело сидеть на выдержке ну сидеть лежать в общем знала что такое выдержка что вы ее по сайте в определенном месте можете отходить подходить собака будет находиться именно в том квадрате и это очень важный момент для разучения этого трюка куку то есть его можно использовать где-то при демонстрации своей собачке своим деткам там или на уроках безопасности где-то в детском садике и так далее то есть вот мы с реком как это делаем ну давайте все по порядку и так что же представляет из себя трюк куку сидеть что же представляет из себя этот трюк то есть я вот так вот вот усаживаю собаку это где-то в детском садике или на уроке безопасности школе и разыгрываю такую ситуацию что я не могу найти иди как держит ему рик держит эрик и что я делаю то есть вот смотрите я сейчас раздвину ноги стану куку вот он рек в этом молодец хорошо умница то есть собачка подходит между ног у меня и так еще раз покажу сидеть и опять рек где же я тебя найти не могу никак рик нет и кукури куку вот он молодец хорошо то есть вот он трюк куку как же мы его добивались то есть помните был у нас урок такой что собачка должна следовать за вашими руками она должна знать что у вас в руке находится подкормка да то есть мы можем вот так вот например раз раз то есть для этого я научил собаку что она знает что следовать нужно за руками хорошо молодец и сейчас я извиняюсь повернусь к вам тыльной стороной своего организма как вот сидеть я реку говорю например да и так собака сидит я раздвигаю ноги и показываю ему подкормку куку куку молодец хорошо хорошо так он секунд 10 находится в главное удержать его еще раз вот можно это сделать вот как луку молодец хорошо рик куку хорошо куку нет куку хорошо молодец куку хорошо молодец сидеть куку хорошо молодец сидеть этому трюку вы можете научить собаку конечно зависимости от того что она у вас умеет умеет она у вас двигаться за вашими руками не умеет она двигаться за вашими руками в общем на изучение этого трюка самое максимальное время которую я сталкивался собаки мы изучали но в течение одного дня потом уже доводили там до какого-то определенного скажем так красивого момента то есть сидеть и так куку вот она собака моя улица сидеть нигде не могу найти где же моя собака рик где он куку и куку вот он молодец хорошо нигде не могу найти свою собаку нигде где она куку вот он хорошо молодец 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 умница молодец моя красавица сила моя собака не могу я найти мою собаку куку вот она моя собака вот он молодец� Умницы, как на этот трюк смотрится, поэтому всем рекомендую изучить его. Тем более, повторюсь еще такой момент, что мы с вами выходим на улицу. И для того, чтобы собака представляла себе, что вы для нее центр вселенной, старайтесь всегда, как только она сделает свои дела, всегда занимайтесь с ней. Всегда учите какие-то новые команды, новые трюки, новые какие-то свежие моменты. И тогда собака понимает, что вы выходите с ней, и для нее это в порядке вещей. Обучаемость. То есть, когда вы начинаете учить свою собаку, она уже ждет. Тем более, процесс обучения, собственно говоря, это вкусно, это очень хорошо, это весело. Посмотрите, вот на дикой. Никуля. Ай-ть, ай-ть, ай-ть. Хорошо, молодец, умница. Ай, хорошо, ай, хорошо, ай, хорошо, молодец. Ай, моя умница. Ай-ть, плохо. Вот, хорошо. Хорошо. То есть, собака должна знать, что когда вы выходите с ней, и процесс обучения, и всякий раз в новые трюки, когда вы будете изучать, она будет охотно это делать. И с вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Заслужите доверие, заслужите уважение, постоянно учите своей собакой, разучивайте новые трюки, выходите на улицу, становитесь центром вселенной, и у вас все получится. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok